Ииии всем привет ребят, с вами Мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас первый полноценный обзор нового дрона Кризис, как вы видели уже видеоролик у нас на канале имелся с данным нагибаторским дроном, но он был посвящен немножко другой теме, прожатие там расходки, выполнение особого задания, но сегодня уже полноценный обзор М4 или МК8, кому как удобнее, дрона Кризис, посмотрим что он из себя вообще представляет в матчмейкиных боях. Я сыграл на этом дроне в общей сложности где-то 4-5 боев на стримах, как я уже говорил, не сказать что я чему-то удивился или увидел, за исключением нитры, которая реально жестко изменяет ваш корпус, такая скорость которая появляется у вас на харьке, да и вообще на любом корпусе это просто что-то нереальное, что-то жесткое и непривычное. То есть после данного Кризиса, когда вы заходите играть без данного дрона в боях, вам все кажется очень медленным, потому что скорость реально неимоверно жесткая. Сегодня попытаемся выжать максимум с данного дрона, попытаться использовать все лучшие характеристики, правильно, грамотно прожимать каждую расходку и также при этом попытаться забрать первое место, выиграть бой. Играть будем сегодня на Хантер и Рикошете, если хотите увидеть какое-то другое вооружение с данным интересным дроном, то обязательно не забывайте прожимать лайк, писать в комментариях какое именно вооружение, ну и подписываться на канал. Если на данном видеоролике набирается 200 лайков, сразу записываем новый видос с данным интересным дроном, потому что я думаю, что он многим интересен и пока его ни у кого нету, данные обзоры вообще имеют смысл быть. Поэтому пикаемся в каточку, сыграем наверное сегодня два режима, хотел бы я поиграть в регби, я в регби не играл еще ни одного матчмейкингового боя с данным интересным дроном. Ну и также скоро будет еще тест адреналина, тоже новых устройств, которые у нас тоже очень интересные и замечательные работают. Что касаемо прожатия расходки, то здесь надо все делать довольно-таки грамотно, также я думаю, что есть у ребят вопросы по поводу того, на сколько процентов дает больше именно брони и ддшки, да, то есть если сравнивать его например с тем же бустером и защитником, то данный дрон немножко хуже, но есть свой определенный большой плюс. Плюс в том, что здесь это работает не пару-тройку секунд, а работает определенное количество времени. Соответственно у вас имеется больше возможности иметь дополнительный бонус, да, либо по броне, либо по ддшке, но сам эффект его будет немножечко меньше. То есть если сравнивать с защитником, то есть брони, я так понимаю, там в 4 раза больше и дрона тоже там в 3 или 4 раза больше урона, то есть в 20 где-то 5 процентов примерно, да, 30-25 процентов меньше у вас получается с данным кризисом повышенного урона или повышенной брони. Ну, надеюсь все понятно объяснил, короче, если не поняли, то слушайтесь внимательно, я просто объяснять не умею, но я такой глупенький. Короче, играем, друзья, отличный первый флаг уже поставили, я считаю, что сработало это довольно-таки эффективно, то что я там подлетел сначала на нитре, потом прожал броню и, соответственно, урона уже такого большого количества не смог получить. Сделал все довольно быстро и получилось довольно замечательно, поэтому давайте пробовать реализовывать дальше данный интересный и замечательный дрон. Ну и привыкать, конечно, к прожатию правильной расходки, я бы не сказал, что это очень привычно для меня в данный момент, я, ну, не имею, наверное, вообще в принципе опыта игры с данным, с данным дроном и поэтому не все получается на ура, не все работает так суперэффективно, как хотелось бы. Но будем пытаться, будем стараться и будем смотреть вообще, что у нас из этого всего будет, друзья, в данном бою получаться. Так, не труб прожимать, нету смысла, прожму броню, броню, минку, надеюсь, солью. Так, теперь надо как можно быстрее подъезжать к данному мечу. Нифига мне урона, конечно, летит жестко много. 1-0 ведем, по счету все хорошо. В регби, я думаю, что данный дрон можно эффективно использовать без особых проблем. Играя на таких даже пушках, как рикошет. Но есть определенные, наверное, свои проблемы и минусы в том, что если вы сближаетесь с большим количеством противника, то тут уже у вас появляются дополнительные проблемки. И не все так работает супер круто и эффективно. Но если вот так, например, перестраиваться с одной расходки на другую, зная то, что у тебя не прилетит большое количество урона, да, то есть либо там магнум выстрелил, либо еще какая-то другая пушка по типу там рельсы, то можно очень эффективно отрабатывать. Вот сейчас, например, мог бы слить данного артовода, если бы не получил еще дополнительный урон от другого противника. Но хотелось бы, конечно, пореализовывать скорость своего танка. Все-таки вы знаете, что с данным дроном скорость танка очень бешеная. Единственное, что мне надо просто поймать тот самый момент, когда я смогу подобрать данный мячик и начинать уже улетать от противника. Все же в конце катки и в конце данного видеоролика подведем итоги, подумаем вообще и поразмышляем немножко более глобально. Но сейчас попытаемся выложиться на максимум и посмотреть, что вообще из этого у нас всего дела получится. Наш тиммейт везет мяч. Мне было бы неплохо, наверное, сейчас просто покидать урон туда. И вот сейчас, вот сейчас прожать овер. Давай, 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 быстро, 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 быстро. Быстро. Так, теперь, я даже не знаю, может дадар, он не труп рожать, когда мне... А, там рельса. Давай. А-а-а, рельса в тайминг прям дала. Ну, бедраинца там, все равно, если бы даже было бы на броне, рельса с овером, нанесло бы все равно такое большое количество урона, что я бы не выжил. Ладно, давайте пробуем врываться. Пробуем сейчас быстро долететь. А, у меня нету овердрайва, был бы у меня сейчас овер. Хантер можно было бы максимально четко и грамотно реализовать. Ну, а так, конечно, не совсем удобно и привычно. Так, аптечку пружали. Давайте стараться, 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 стараться. Пробуем сейчас. Ой-ой-ой. 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 Да не трет, супер, шикарно. Быстро доставляем. 2-1 уже есть. Урона накидываем. Одному, второму, третьему. Урон, конечно, очень приятный. Прям очень приятный, когда вы наносите урон по игрокам, которые, например, не имеют броньки, да, не имеют должного количества... Должные расходки, да, той самой, которая вас может напрягать, то эффективность ДДшки максимально крутая и быстро вы выносите противника там же. Также, если вы будете, например, играть с тем же Харьком, да, если хотите на все это дело посмотреть, то можем записать тоже видос. Я думаю, что с Харьком в ДДшки, ох, сколько урона можно наносить, наверное, это вообще просто нереально много. Но я пока этого, честно говоря, не тестировал, не смотрел. Но я думаю, что эффективность будет очень прикольная. Так, ждем выпадения меча, а там уже пытаемся влетать. Блин, кстати, зачем я броньку сейчас нажал, если честно, я не понял. Зачем он мне крысит мяч? Для чего? Ну ладно, едь, друг, давай. Я на тебя посмотрю, как ты будешь... Сливаться. Ну, как бы вы все понимаете, да, Харек прожимает овердрайв, я прожимаю нитру и просто лечу ставить. На всех парах, именно за счет этой быстрой замечательной нитры, такие моменты и можно реализовать в свою пользу, без особых притом проблем. Это и есть тот самый чистый кайф. Единственный минус только в том, что ты не можешь прожать все расходки, а прожимаешь только поочередно, по одной. Но если уж можно было бы прожать всю расходку, да, при таком раскладе, этот бы дрон был бы, ну, чересчур имбалансным. Поэтому в этом плане, я думаю, что все справедливо. Прожимаем овер, вырубаем трех противников, не успеваем поставить последний мяч, хотя оставалось мне до доставки, вы видели сколько. Да, я уже, грубо говоря, в доставке остался, но, к сожалению, к сожалению, игра посчитала, что я не успел доставить. Поэтому пикаемся в следующую катку. В следующей катке у нас будет захват флага. Ну и там уже посмотрим, что у нас будет. Ох, шоссе, 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 шоссе. Шоссе вообще неудобная карта. Ну ладно, давайте попробуем за счет, за счет мостов как-нибудь, я не знаю, за счет этих супер быстрых выпадов на нитре. Попробуем, может быть, как-то что-то пореализовывать. Не знаю, что мне из этого получится, но я постараюсь. Постараюсь повлетать просто на базу. Повлетать и повлетать. Вот так вот. Сразу оп-оп-оп, оп-оп-оп-оп, скорость, конечно. Но вы сами все видите. Ну просто видите, как улетает мой танк. Это всего лишь хантер, это не васпик, это не хорек. А что будет с васпом? Что будет с васпом, друзья? Я сам не знаю, что будет с ним, потому что я до сих пор не играл на васпе. Чтобы вам сказать, что будет с ним. Прожимаем овердрайв. Стопаем противника. Прожимаем нитру. И просто летим, летим, летим. Летим, 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 летим. А тут уже противничек подъехал. Куда бежим, куда бежим. ДДшечка. Отличная работа. Нитра сразу. Добавляем скорости. Доставляем второй флажочек. Великолепно. Мне очень нравится. Просто вот в таких боях мне офигенно нравится. Когда ты просто правильный припас прожал. Оп, оп. Нагнул. Оп, оп. Бронечку прожал. ХПшечка появилась. Потом увидел, что прожал овердрайв. Улетел просто. На нетрушечке быстренько. Ой, кайф. Просто кайф. Когда у тебя еще это не трава. Просто подрывает этот танк. Как я не знаю что. Как будто у тебя что-то в одной точке застряло. И ты сразу пытаешься улетать. Ну, вы поменяете. Ай, блин, они доставили. Обидно. За 2 минуты 2 пушка я конч поставил. Можно было поставить 3. Газуем по супер траектории. Поверху. Поверху. Едем поверху. Против харьков удобно играть. Когда он с увердрайвом. Вы все равно ничего не теряете. Прожимаете ДДшку. Да и все. Броня все равно его, грубо говоря, никак не тормозит и не бесит. Поэтому вы по сути ничего и не теряете. Прожимая ДДшечку. Уничтожая противника. И продолжая просто разваливать дешевые нагибаторские кабины. 4 минуты до конца. У нас, я так понял, опять флаг ушел. Я попытаюсь его сейчас догнать. Не знаю, получится мне это делать. Хрен ячем, да? Хотя может успеть. А, да успеет. Нормально. Нормально. А, нет. Прилетел урон дополнительный. Которого я не ожидал. Но теперь надо просто ехать. У меня овер есть. Надо просто пытаться вырываться и забирать 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 эту катку. Первое место у меня есть. Но, наверное, сейчас главное не первое место а победа в этой катке. Надо было на ДДшку быстро переключиться. Что я среагировал очень долго. Надо было пытаться быстрее все это дело делать. Я немножко даже, ребят, ну, в шоке, да, можно так сказать, в каком-то шоке, в каком-то таком небольшом трансе. из-за того, что для меня это тоже все непривычно. Вы не расстраиваетесь, не горите на меня то, что я там, например, где-то просто молчу. Я пытаюсь сосредоточиться и выложиться на максимум, дабы я здесь не заработал 100 очков, да, летая просто по карте, а пытался быть максимально полезным для себя и для команды и пытаться забирать как можно, как можно больше очков. 2-2. Нужно пытаться выигрывать эту катку. Я надеюсь, что это можно еще сделать. ДДшку прожму, сейчас солью одного-второго. Карта, конечно, не максимально удобная и приятная. Не успел я на броню переключиться, но все же из-за этого тоже расстраиваться не стоит. 2,5 минуты до конца пытаемся, пытаемся дергать, пытаемся врываться, поймать бы тот самый прекрасный жесткий и удобный тайминг и можно было бы, я думаю, поставить еще пару-тройку флажков налегке. противник уже тоже начинает больше принимать меня. Опердрайв если прожмет, там будет вообще красавчика. Шаф целится, броню прожали, теперь на ДДшку быстро переключаемся, теперь на нитру, теперь опять на броню. Блин, это хорошо, что если бы он меня не слил. Давай, 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 сейчас улечу, улечу. Ай! Неприятный урон от грома прилетел, к сожалению, минут 50 до конца. Так, летим и смотрим. Как будет накидывать по мне урон. Хорек спрыгнул вниз, шафт, по идее, не должен попадать, тогда я лечу. Я просто лечу, так, шафт хочет выгодить урон, окей, не попадает, и я на литку опять. И теперь улетаю, 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 я снова, снова улетаю. Куда? Можно было, конечно, даже овер не прожимать, но я зря это сделал. Зря я это сделал, зря я это сделал, чистая доставка, чистейшая доставка, ужас, чистейшую доставку пропукал только что. Ведь можно было так легко поставить. Так, ладно, еще скорость немножко, теперь броня, теперь опять скорость. Ну, это просто на всякий случай, чтобы если вдруг мне урон прилетит, чтобы я, оп, не получил его. За каждое прожатие минус 3 расходки, про это тоже не надо забывать. Данный дрон не является экономным. О, голдик у нас, может попробовать голд поймать. Как вы думаете, не стоит поймать голду ящик? Нет, я думаю, что не стоит. Просто едем выводить. А, хп балл встал. 465 опыта на шоссе, на шоссе, повторюсь, на шоссе. 465 опыта. Я считаю, что это очень даже достойный результат. И именно, мне кажется, на таких картах максимально можно использовать данного дрона, где у тебя есть большая карта, где надо тебе долго ехать, и где эта скорость может быть тебе очень даже сильно полезна. 5 секунд до конца. Плажок мы больше точно не поставим и не увезем. И данный бой заканчивается именно таким замечательным образом. Первое место. 12-12. Катку выигрываем. Что может быть лучше и успешнее? Если подводить итог данного дрона, на первый взгляд, что я вижу, друзья? Эффективная работа и правильное использование дает очень хороший результат. Из самых жестких, наверное, минусов это понятное дело, что нельзя прожать два припаса, например, одновременно. Это минус, да, но зачастую, как я уже сказал, если, например, вы попадаетесь в упоре против харька, который прожимает овердрайв, то по сути вам эта броня-то и не нужна. Вы за счет ддшки можете его переиграть, нагнуть и, соответственно, выиграть определенный эпизод за счет быстрой скорости там улететь в каких-то моментах, правильно использовать расходку, то есть здесь надо больше думать головой, правильно как-то размышлять, да, по ходу боя, по ходу микромоментов, дабы реализация данного дрона была максимально эффективна и грамотная. Зачастую за счет этой скорости можно улететь, доставить суперфлаг, и это будет определенным плюсом, но и из минусов добавить я могу то, что с каждой прожатой расходкой вы тратите дополнительно припас, да, то есть даже когда там я переключал с дашкой на нетру, с дашки на нетру в буквально там 5 секундных таймингов, то есть я трижды переключил, это соответственно я 9 дашек потратил, то есть расходки хавает много, но в общем и целом если закрыть глаза на то, сколько расходки он хавает, его можно очень прикольно и эффективно поиспользовать, но это намного тяжелее, нежели играть на том же например защитнике или на том же бустере, сложнее, интереснее, ну и наверное фановее, я бы сказал, что это довольно фановое интересное устройство, ну и понятное дело, что это pay to win, все как всегда, поэтому как-то так друзья, если вам понравился данный видеоролик, то обязательно не забывайте прожимать лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать, ну а с вами был мистер Ванька, всем друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.